Серийное производство полностью российских двигателей для среднемагистральных пассажирских самолетов может быть начато уже в 2018 году. Об этом заявил сегодня на встрече с Владимиром Путином глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, в госкорпорации рассчитывают, что через несколько лет она войдет в десятку крупнейших компаний мира. Акцент предполагается делать на выпуске продукции гражданского назначения. Дмитрий Кочетков продолжит тему. Гражданские военные вертолеты, автоматы Калашникова, грузовики КАМАЗ, победители ралли Париж-Дакар, продукции из титановых сплавов и смартфон с двумя экранами. Все это производит крупнейшая промышленная корпорация страны. Сергей Чемезов рассказал президенту о самых заметных успехах Ростеха. Была создана компания Yota Device. Я вам показывал как-то наши телефоны, которые мы создали. Это стартап. В течение трех лет мы создали эту компанию. За три года компания выросла практически стоимостью до 130 миллионов долларов. И мы 30 процентов, одну треть продали китайской компании за 46,2 миллиона. Выручка госкорпорации в прошлом году выросла на 18 процентов и превысила триллион рублей. Это позволяет создавать новые рабочие места и повышать зарплаты. Общее количество работающих осталось у нас примерно на одном уровне. Даже чуть-чуть подросло на 1 процент. И сегодня составляет 445 тысяч человек. Средняя заработная плата тоже выросла. Около 41 тысячи рублей. Показатель неплохой. Рост на 11. На сколько? На 11 процентов выросло по сравнению с 14. А производительность продажи на сколько? На 17. Несмотря на сложную ситуацию экономическую и санкции, предприятия все-таки сработали неплохо. Особое внимание Ростех уделяет авиации. Уже в 2018 году планируется наладить серийное производство вертолетов Ми-38. Эта небольшая машина может перевозить пассажиров и грузы. Использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающей неотложки. Через два года Ростех собирается запустить в серию и новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21. По задумке конструкторов он должен заменить устаревший советский Ту-154 и конкурировать с зарубежными аналогами Аэробус-320 и Боинг-737. Новый двигатель уменьшит расход топлива, снизит уровень шума и выброс вредных веществ. Уже первый там заканчивается испытание двигателя ПД-14. Я надеюсь, что если они пройдут успешно, в 2016-2017 году мы завершим эти все испытания. И в 2018-м уже запустим серийный производство. Для МС-21? Для МС-21, да. Кроме того, в производстве запущены принципиально новые отечественные автомобили. Это Lada Vesta и Lada X-Ray. Пользуются большой популярностью, продаются очень хорошо. Они отвечают современным требованиям рынка, пользуются большим способом. Автомобиль Lada Vesta президент протестировал еще осенью прошлого года в Сочи. Владимир Путин сказал тогда, что это отличная легкая в управлении машина. Что же касается оборонных предприятий Ростеха, концерн «Калашников» в 2015-м впервые за многие годы стал прибыльным. Три года назад получалось разрешение на привлечение частных инвесторов в эту компанию. Концерн «Калашников» был практически на грани банкротства. И впервые после этого, сегодня уже компания получает прибыль. Получила 2,1 миллиарда рублей прибыль. Впрочем, согласно утвержденной недавно стратегии, Ростеха приоритетом станет все-таки гражданская продукция. К 2025 году она должна приносить более половины выручки госкорпорации. Дмитрий Почетков, Марина Елисеева, Первый канал.